с этого начал показывать убить невинного человека представьте не хочу вот вот такой вот опыт жуть конечно ну что делать зато это опыт и на опыт наших душ мы погружаемся в это для того чтобы принять для себя решение мы хотим дальше играть в это или не хотим если мы наигрались и больше не хотим как ты сейчас сказал не хочу это значит что тебе жизнь уже не предложит такого сценария ты для себя уже определился уже не хочу кто еще не навоевался тут еще идет его радует еще погоны его еще радует попадание в цель его еще радует какие-то там противостояния баталии и так далее они еще не навоевались они идут туда кто-то еще не да кто-то еще не наигрался в страдания тот идет и страдает ну не знаю у женщин бывает там восемь раз была замужем каждый раз попадался не тот дело-то не в них дело-то в тебе а они вот вот идут как под копирку знаешь как вышедшие с одного конвейера и все время вот вот когда вот идет такое зацикливание буквально все ситуации как с одного конвейера значит проблемка вот где-то внутри ну почему почему ты в эту игру еще не наигралась почему ты василий еще не наигрался в эту игру и у тебя раз за разом ситуация повторяется тебе нужно было наиграться в эту игру игра неприятия самого себя мое тело вышло из моего контроля подожди кто главный ты или тело но здрасте вот у меня там сразу какой-то ступор у меня там сразу что-то происходит вот хозяин этого ступора кто его провоцирует кроме тебя самого это все идет с ментального эмоциональная паника адреналин там половина органов вот прям в точности все вот я прям слушал вот каждое слово вот каждое слово это вот прям попадание как бомбило то есть это не просто что то там это вот прям бомбило полуорганизма если не больше так и есть и пошел отказ органов и систем а еще говорят там о психосоматика это наука не наука это оно потому что мы есть и мы едины и именно тот способ мышления который мы для себя избираем он определяет здоровье функциональность нашего аватара в каких эмоциях мы пребываем так они отражаются на нашем физическом аватаре мы каждое мгновение своего бытия здесь формируем наш аватар мы его буквально программируем и перепрограммируем либо на здоровье либо на болезнь на функциональность либо на дисфункции это мы все делаем сами кто есть твоя вселенная кроме тебя самого ты я правильно правильно так кто на себя ответственность должен взять и в конце концов перестала тебя это устраивать да пошел и исправил не хочу больше наигрался я уже в болезнь моего физического тела я уже наигрался все я исправляю все соответствие с эталоном и хватит хватит пойди внутрь своего тела найди где у тебя сбой исцели там все там был сбой его уже нету хорошо но если ты до сих пор чувствуешь какие-то недомогания там не до конца все исправлено иди иди вглубь клеткам просто войди внутрь войди в боль войди в это место мысленно внутрь чтобы тебя окружали твои же клетки поговорить с нет дай им свою любовь наполни нас этих они изголодались под твоей по твоей любви они уже криком кричат но обрати ты на нас внимание рассветись и дай им этот цвет эталонный свет я понял понимаешь ты же можешь как макро мир так и в микро мир занырнуть своим сознанием на любой уровень а уж на клеточные то боже мой вот иди пообщайся со своими клеточками вот ходи рассвечивай их дыханием рассвечивай их сам вошел в состояние вот вспыхнул из этого состояния я продыши весь свой аватар направь своим вниманием ты то есть ты выдыхаешь воздух и в это же время энергию направляешь лучом на то место которое нужно по тебе просветить так можно снимать боль так можно выравнивать вот как функциональность можно все тебе доступно все безусловно на физике есть если есть органические повреждения уже проявленные то это сложнее и дольше у меня же тоже проблемы были с шейными позвонками с поясницей очень серьезные были проблемы у меня дважды были случаи когда я не могла встать с постели мне блокаду делали там были очень длительные иглоукалыванием там восстанавливали меня на ЛФК потом ходила были очень серьезные вещи я тебе больше скажу до вот до моего пробуждения скажем так я не могла двух минут на спине лежать у меня отнимались ноги ходить не могла без тросточки не могла в машине ездить могла но у меня складная трость такая была я из машины выходила и опираясь на эту тросточку шла на работу так я жила сейчас я вот в этом положении часами я сплю в спине всю ночь нет вопросов и при этом я с того момента по сей момент не делала ни одного укола никаких блокад никаких мануальных терапевтов никаких остеопатов и даже никаких невропатологов я не знаю как происходит оно там не идеально и я это понимаю оно еще не идеально но я могу функционировать у меня все в порядке я даже вот вот сплю в неудобной позе здесь вроде бы сидя а ничего как ни странно а была ну почти инвалид так что все возможно я понял просто верь в свое могущество а чтобы поверить в свое могущество нужно проверять а чтобы проверять нужно шагать и действовать все очень просто и даже если ты ошибаешься даже если ты ошибаешься и даже если ты попадаешь в иллюзию любой этот факт он призван тебя чему-то научить все это учеба для обретения опыта спасибо большое расслабляйся как можно чаще вот правда расслабляйся именно в расслабленном состоянии входи во взаимоотношения но первично все-таки твое взаимоотношение с самим собой я понял все давай обнимаю крепко крылышками желаю всего самого прекрасного спасибо пока 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 пока